я вас приветствую на канале степан холера мы продолжаем играть фермер симулятор 19 и это фермерское хозяйство осина у нас работник костик ездит и удобряет вернее известью посыпает поле у него довольно таки неплохо получается не без загвоздок разных но все же лучше чем если бы я скажем сам это делал а другие дела отложил вот иногда я сюда прихожу смотрю чем он тут занимается в принципе нормально трактор тянет я беспокоился о том что вот эта удобрялка она слишком большая она реально большая видим какие колеса какая она сама по себе выше трактора и на гору дается ему довольно таки тяжело но в общем работает хорошо и ездит даже заправляется вот мы сейчас перемещаемся вот сюда где тоже известью в прошлой части все посыпали и теперь у нас будет такая задача посеять я селку заправил удобрение тоже и нам нужно будет посеять засеять вот здесь вот поле единственная проблема в том что мы сейчас будем записывать курс для костиков потому что не один только костик будет здесь работать на серии а еще потом у нас трава будет но и так далее нам нужно сделать курс по периметру этих полей потому что сгенерировать не получается их слишком много а вот один курс будем делать я хотел вот убрать вот эти вот березки если есть у нас такая возможность давайте посмотрим и уберем останется кран но как минимум кран хотя бы видно будет погнали погнали берем пилочку так хорошо и главное чтобы это убралось чтобы это связалась что-то срезается но что ага вот отлично смотрите да таки срезалась супер вот таких нужно будет убрать несколько деревьев из этого поля и с поля там где нас у нас сейчас работник работает потому что реально там они очень сильно мешают возможно даже эти ветки удастся как обрезать подземные так в любом случае пробегаю кустик остался дерево нету супер а это я могу обрезать нет на чужом поле обрезать нам не дают но пожалуй вот эти вот две березки которые я постоянно врезался мы упрали хорошо и еще сейчас вот в начале нашего большого поля тоже уберем и можно будет нормально работать вот это вот самое главное не забывать чтобы или сейлка не зацепиться или жадкой когда будем убирать так вот там березки не сильно мешают вот этот вот кустарник меня немножко утомил когда я работал здесь вот но убирается ли он кто его знает что-то появляется и исчезает сразу же вот отлично смотрите да декорация вроде бы как неплохая это можно оставить березы вот этот нужно убрать вот и я за то чтобы были декорации но желательно чтобы они были прорискнули если уж на то пошло вот а так как это поле наше можем делать все что сами захотим зеленое насаждение убираем тем более смотрите его реально плющит так как вроде бы это дерево где-то под землей находится вот наверное все таки прав тут вот мне говорили что это деревья опущены под землю глубоко под землей они находятся а верхушки торчат на улице так но это тоже наверное не мешает вот там далеко тоже есть но мы пока что не будем это трогать все какие-то моменты если нам будут мешать мы будем их организовывать вот и видите что денег у нас вообще осталось чуть-чуть немножко после заправок всяких после заправки селки я купил в этом магазине два две палеты оказывается что тут деньжат как-то маловато вот поэтому будем зарабатывать сегодня скорее всего и самое главное чтобы удалось костика организовать на работу так давайте делать будем записывать маршрут переместимся внутрь и как известно по периметру поля нужно ехать одним колесом по полю а вторым ехать по обочине ну примерно как-то так вот самое главное чтобы не напороться на что-нибудь вот на кусты мы теперь точно не напоримся вот сейчас периметр ему нарисуем и потом можно будет уже генерировать маршрут в зависимости от того какое у нас оборудование да бывает неудачно он забуксовал нам сейчас работать рисуем план короче говоря поля а потом по этому плану или как там землемера вызвали да входит землемер все осматривает где наше где не наше мы по этому плану уже будем запускать тогда технику чтобы ни сантиметра земли не пропало нашей но и в то же время от чужого чтобы не взять вот тут я немножко отступаю все же от края поля потому что деревья или ветвями могут зацепить или просто помешать каким-то образом поэтому нужно чуть-чуть подальше не в пол колеса так хорошо есть у нас записываем его и это у нас по моему я уже тут делал маршрут пытался сделать это у нас периметр полей да и все так смотрим где вот смотрите да ну а чё ты сюда полез дорогой ну ты ж не должен был сюда поехать как тебя тут разворачивалось зачем если тут поле уже почти все сделано как я теперь могу узнать где ты откуда ты сюда приехал может вот отсюда странно как-то он здесь сделал все смотрите да нам нужно с той стороны как-то заехать и ладно там бы заправляться ехал а то ж нет ну хорошо костики тоже иногда наши бывает что ошибаются да ну тут конечно конечно же нужна другая удобрялка тут она сама по себе несколько тонн весит чтобы такую бандуру вверх толкать это нужен трактор помощнее так вот нам нужно как-то смотрите да маршрут проложился как-то дивным образом каким-то то ли с той стороны должен был бы начинать то ли с какой но мы его запустим вот отсюда с ближайшей точки решим так хорошо дальше нам нужно сейчас сгенерировать маршрут для нашего трактора я не думаю что он потянет вот эту селку попробовать конечно же можно потому что у нас всего два трактора было бы недурственно если бы они работали вместе но что-то я сомневаюсь одобрение и посев генерация маршрута можно так кстати да можно вот у нас есть вот такой как по мне более визуально как-то понятный загруженный маршрут дальше да вот отсюда мы начинаем направление направление автоматическое длинная сторона да вручную пускай будет длинная сторона поворотная полоса давайте сделаем по кругу две полосы вот так он проедет по часовой стрелке вот все остальное вроде бы как не нужно трогать и 4 метра да ух это какая-то фигня смотрите да он на поворотах будет наверное так это же длинная я указал длинная полоса ладно бывает так а вот это вот микс это старый мой который не рабочий оказался так еще разок давайте попробуем давайте автомат поставим два прохода по кругу все то же самое ну это уже лучше хорошо сгенерировали и теперь нужно будет добавить сюда еще курс чтобы ездил и заправлял селку но мы пока что вручную это будем делать поэтому давай со стартовой точки дальше у нас я уже решил что соевые бобы мы будем делать вот единственное что я не решил это у нас да жатко соевые бобы берет хорошо нуждается в заправке заправлено может вот это топлива нету да а как же он ездит тогда без топлива так там по моему ну ладно давайте съездим странно я как-то не обращал внимание на вот этот на эту особенность трактора оказывается это электрический трактор да у него нет топлива то что нет топлива это ладно у него 60 лошадок всего оселка по моему больше сотни требует и на ферме я установил так и не нашел я как ни странно может я не туда смотрел не знаю но на ферме я установил заправку для семян вот она мне обошлась в 7000 вон она стоит по центру смотрите вот если где-то есть то вы подскажите где именно оно есть это раз во вторых если оно где-то там у нас где известь заправляется то наверное вот здесь вот все-таки будет удобнее сюда приезжать заправляться и тут же и удобрялку можно поставить 7000 заправка стоит и 8500 стоит для удобрения кстати так и не отображается странно бачок что у нас здесь показывает 0 не работает заряд 0 топлива 0 всего по нулям ну сидорич мне говорил о том что тут все не так хорошо как хотелось бы он говорит ездит но ничего не работает в нем уже почти фары если тебе удастся вот скрутите проводки но мы скрутили оно откуда там светило я не знаю откуда так сейчас посмотрим сработает ли это по моему по моему нет так лучше сохранить потому что иногда вылетает когда курс пыла и работает вылетает и несохраненный прогресс приходится наново потом переделывать нет нет нуждается в заправке или заправке самого трактора или заправке сейлки ну короче говоря не видит он вообще вот точно так же и работник я уже пробовал работник тоже не понимает говорит все заканчиваю работу в чем здесь проблема то ли в сейлке то ли в тракторе но по моему в сейлке потому что я трактор второй тоже ставил сюда вот ну давайте сами поработаем что ли раз не удается костика сюда организовать давайте работать сами ну нормально смотрите тянет по крайней мере с горы нормально идет трактор классно вот теперь понятно почему курс рассчитывался немножко странно потому что у нас видим борозды идут совсем не в ту сторону в которую мы движемся короче говоря костик не захотел работать ишь хоть ты ему ком на голове тиши говорит не хочу я на этом старом тракторе пускай говорит сидорич сами работает да я ж сидорича попросил чтобы он этот трактор дал так поднять поднять опустить его еще заставлять работать на тракторе ну говорит работай тогда сам еще и нормально тянет смотрите двенадцать километров еще и нормально тянет смотрите двенадцать километров хватает хватает силенок ему в общем этот трактор еще покажет где раки пока не будем его удалять продавать на металл или возвращать сидоричу пока у нас с техникой небольшой небольшой напряг будем работать так сейчас нужно будет проверить что там у нашей что там с этим с известью происходит а то иногда может втихаря костик где-то пойти налево трактор стоит двигатель работает а костика нету на месте и его нужно контролировать так то он толковый парень но иногда у него бывают заскоки вот смотрите да вот смотрите да вот смотрите да это нужно зафоткать вот потому что таких тракторов уже почти нету так и опять таки в том же месте да ты просто красавец как такое может быть и по-моему он вообще ничего не делал смотрите мало того застрял так еще и застрял тут в этом кустарнике давайте мы его срежем это какой-то злобный кустарник здесь попробую еще в этой в листве увидеть где-то нам еще не не позволят его обрезать да потому что это чужое поле но это мое тут я не могу никак светить тут я не могу никак светить хотя бы листвы листвы будет поменьше вот ну что я могу сказать что все таки перебор с этими деревьями вот этими подземными все конечно классно но автор карты явно перестарался так что он не сделал и где опять таки ага вижу то есть чтобы он продолжил маршрут нам нужно вот здесь его установить и тогда он по идее должен до конца доехать да вот так приехал может сообразит вот эту точку только не туда пожалуйста только туда опять не едь у нас тут еще работы не в проворот и просто некогда время тратить на то чтобы выгребать костика из кустов вот реально некогда вот и вот ну что вот и вот Не, ну это просто цирк какой-то Вот, все, заработало В общем, борьба с этим полем будет, я вам скажу не быстрой А про большое поле я даже пока думать не хочу Подумаю об этом завтра, когда подойдет этот вопрос встанет на повестку дня тогда и буду думать Скорее всего будем пробовать другой трактор Я так подозреваю что вот с этим СЮМЗ у него не все в порядке с самой моделью Он немножко кривовато сделан И из-за этого и курс клей, кстати, тоже глючит когда я на него запускаю Поэтому если вы скачивали по ссылке эти моды, которые ЮМЗ там этот есть но лучше его не использовать Лучше взять сразу же МТЗ У него глюков нету и работать или что-то другое или может быть другую версию скачать ЮМЗ Так как мы его скоро будем продавать все равно Да Или просто поставим где-то будем использовать на каких-то ну таких простых работах то менять пока что особого смысла нету Вот Но вам бы я не рекомендовал Так А у нас тем временем уже пошел минус Просто красота какая-то Смотрите А потому что почему-то включился да Почему-то у нас включился режим когда он его сам наполняет Странно С каких-то делов Семена Вот оно что Так Все Фух Мы это сделали Все Все Поле готово Осталось теперь только где-то денег взять на семена на семена и удобрения Ну на самом деле я знаю где их брать эти деньги И мы их сейчас наверное и возьмем Вот изначально только нужно будет взять Может кредит 5000 Чтобы сейчас не ехать не брать трактор не ехать не цеплять туда прицеп наш старенький пятитонничек этот Но это долго все да лучше по-быстрому взять кредит а потом мы его отдадим так же быстро я надеюсь Все так кто берут кредиты все так говорят что да ну я я быстро возьму и быстро отдам буквально через месяц а потом в 2 в 3 в 10 раз больше отдают чем то что на что они рассчитывали то курс доллара скачет то работу потерял то еще что-то да все что угодно может быть так хорошо значит что мы делаем мы сейчас отправляемся в магазин занимаем денег дайте денег бедному родственнику так и я хочу также посмотреть вот у нас появились зилы у нас появились газоны и это мы можем теперь приобретать смотрите появился вот такой вот газончик я хочу его испробовать он относительно недорогой мы его возьмем в аренду если понравится то тогда купим и перевозит массу всякой всячины глядите просто массу у него 11 тонн как ни странно я не знаю как он не не крякнет не сломается но это да это понятно 18 но так он же и стоит будь здоров и зил тоже самое 11 200 да ну зил так это же уже посолиднее машина что-то тут 150 115 лошадок что-то тут явно дорисовали не то может сразу зил возьмем 15 а тут 6 не с моими деньгами но давайте мы же все равно в аренду берем да без нашивок что значит с нашивками силосные нашивки платформа ну хорошо 700 давайте брать ну нормально посмотрим как он в работе звук звук тот да звук тот что нужно сидорич только сидит только смотрит едва ли не каждый день у нас какая-то новая техника из магазина выезжает вот но я все равно хотел бы попробовать и газончик тот старенький из-за его дешевизны пшеница у нас есть давайте мы продадим по-моему там подсолнухи были 10 тонн сразу же кредит погасим таким образом очень интересный зафоткать нужно и еще и подзаработаем и еще и подзаработаем Сидарыч говорит, ты не гоняй, не гоняй, а то, что ты тут всех курей распугаешь. Так, и здесь у нас есть несколько пунктов приема. Я предлагаю посмотреть, где самое выгодное, чтобы знать, где это все. 1500, зерновая мельница. Вот оно. 7900 мы с вами заработали. Он говорил, чтобы курей не испугать. Вот так мы еще и посигналим, как в Спинтайрс. Помните, там вороны разлетаются. Вот так как я не люблю, когда у меня кредиты висят, то я сразу же, как только появились деньги, буквально в тот же день иду и все выплачиваю. Все у нас по нулям. По нулям. Банкиры просто локти кусают. Невыгодный такой клиент. Они ничего не успели заработать на мне. Так, ну что, друзья, продолжим в следующей части. Будем продавать урожай. Я какую-то часть, наверное, вывезу. То, что у нас там старые какие-то были. Зерновые. А те, которые мы собрали, мы оставим пока что. И так же будем работать на полях. У нас там куча дел. Нужно их засеять и потом уже смотреть, что нам дальше делать. Спасибо вам за то, что смотрели. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...